Всем привет, с вами Севпро, и сегодня укажем 10 секретов в Майнкрафте Пакет Эдишн. Ну что ж, первый секрет заключается на зомби. Если на зомби кинуть зелье лечения, то он получит полноценный урон. Вот как если он получил урон, но если в него мы бросим зелье вреда, то он получит пополнение ХП. Второй секрет заключается в волках, точнее в ихних ошейниках. Если взять краситель и им тапнуть как бы по волку, то его ошейник покрасится в тот цвет, который вы взяли. В данный момент он покрасился в зеленый цвет. Третий секрет заключается в наковальне. Если под наковальню поставить блок и сломать его, то наковальня упадет. И она может нанести урон в размере 15-20 хп. Как видите, умерла у корова. Вот они падают. В том числе и они разрушаются. Четвёртый секрет заключается как бы в приседе. Если мы присядем, то мы поставим факел, можно сказать, на любой блок. На печку, на верстак, на нотный блок. И можем мы поставить с любой стороны. Но если мы встанем, то поставить мы просто-напросто не сможем. Вот как видите, всё поставится. Пятый секрет заключается в зомби. Если у нас стоит лёгкая сложность, то зомби будут спавниться обычными. Вот как видите, все обычные зомби. Но как мы только включим сложную сложность, так у нас будут спавниться зомби уже бронированные. Можно сказать, они не будут спавниться просто в броне. Жестой секрет включается в курицах и оцелотах. Если мы поставим много довольно куриц, и среди мы в них поставим оцелоты, то оцелот начнёт убивать эти курицы. Но сейчас он, к сожалению, испугался нас. Давайте поставим ещё раз и посмотрим на это. Как видите, вдалеке оцелот начинает возвращаться. Так, сейчас я прибавлю дальность. Как видите, он убил жертвую курицу и пытается убить цыплёнка, которого он уже убил. Седьмой секрет включается в снеговиках. Если мы возьмём ножницы и подойдём к нему, то у нас появится кнопка, с помощью которой мы можем отстричь ему голову, и мы увидим его настоящее лицо. Восьмой секрет включается в песке душ. Если мы поставим песок в душ и зайдём на него, то наше действие замедлится. То есть мы будем ходить два раза в три раза медлее. Девятый секрет включается в газах. Если газ поливается нас огненными шариками, то мы можем их запросто отбить, тем самым нанести ему свой урон. Одним шариком мы можем его убить. Десятый и последний секрет заключается у Эндермена. Если мы поставим воду и заспавним Эндермена около воды, и толкнём его туда, то ему нанесётся урон от воды. Да, Эндермен боится воды. Вот такой секрет, и урон ему наносится примерно такой урон, как его ударить каменным мечом. И когда мы помещаем его в воду, он начинает злиться. Ну что ж, на этом секреты закончены. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok